Презентация большой персональной историко-батальной картины белорусского художника-баталиста Владимира Сайко состоялась накануне Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. 21 июня и не случайно. Тема войны отражена в ярких, броских и эмоциональных работах. Сам жанр как бы призывает к размаху. В картинах изображены разные трагические моменты истории белорусского народа. Такого размера, масштаба и жанра рисунки в выставочный зал видит нечасто. Для меня заявляется вельми важким тое, что память об этой войне повинна заховаться. В первую очередь для того, как на Беларусь больше ни в поле не пришла война. К этому присвечивается мое мастацтво. Я баталист, але своей натуры я пацифичный. И для меня важко передать весь сенс мук жанера. Каб пазбегнуть удалейшим имкнений некого, яшчы раз заглядеть у его сгасаючая в очи. Як казаў канцлер Германии Бисмарк, хто глядзеў у очи помираючого солдата, ніколі не пачне войны. Не жыдаць войны гэта адное, але памятаць пра тых жанеру, які паляглі ў шматликих войнах, які прокатились тирыз Беларусь, гэта моя бавязак як мастака. И гэтаму я вучу маладое пакаленне беларуских мастаков, які навучаюцца ў маеў студы. Кроме батальных сцен, ест на стенах и портреты, и пейзажи, и всевозможные исторические сюжеты. Художник Владимир Сайко является автором одного из самых больших по размерам полотна, посвященного обороне Брестской крепости. На нём изображено более 20 защитников цитадели. Самый буйный твор на гэтай выставе – Брестская крепость. С 15-го года я удзельник реконструкции у Брестской крепости. И назбираў великую колькість материалу для того, каб здешніць свою задуму. У Минскім кадэцким в училище номер два, дзе рыхтуюць будучих оховников наших апамежжа, охранічников, я створал гэту картину. И мне удалось. И я ёе признали на дадженый момент самой буйной в сучасном беларускім мастацтве патыматыцы обороны Брестской крепости. Тут ёсь вельмешма твороги ёе пресвечены Першей Сусьветной войне. Войне 1812 года, вялікая чынная войне и сучасной беларускай армия. Вы можете ёбачыць палотны, пресвечены отступленью войску Наполеона, ля Барысова, што отбылось, листопадом 1812 года, подвёзка і студёнка. Гэты твор за мною. Экспозиція «Баталий над Богом» объединяец сорок работ. Картины Владимира Сайко находятся в частных коллекциях по всему миру. Чтобы познакомиться с творчеством автора, нужно поторопиться. Выставка будет работать до конца следующей недели. Батальная живопись, что крайне редко в наше время, потому что они очень сложные, его работы композиционно, очень многосюжетные, многофигурные. Это как бы достойно уважения. У Владимира есть своя школа, где он обучает молодых людей тоже написанию картин в технике батальной живописи и не только. Виктория Нечаева, Дорбукнович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бук-ТВ.